Спортивный азарт и отдых для души. На Ринмаре состоялись первые в истории Ненецкого округа соревнования по спортивному лову рыбы со льда на блесну и мормышку. На старт вышли 47 участников. В их числе оказалась и моя коллега Алина Ваучейская. Подробности в следующем репортаже. Номер у вас 31. И мешочек. Вот этот мешочек вам нужно ловить. Регистрация прямо на месте проведения соревнований несомненно большой плюс. Причем попробовать свои силы в рыболовном спорте могут даже те, кто ни разу в жизни не держал в руках снасти и вообще не собирался участвовать в турнире. Рыбаки народ не жадный, а потому любезно поделились с нами приманкой, мормышкой и другим необходимым для этого интересного занятия снаряжением. Перед стартом обязательный инструктаж по технике безопасности. И перемещение по акватории разрешено только с, скажем так, быстрой спортивной ходьбой. То есть бегать и бежать, допустим, быстрее других до уловистой точки нельзя. Максимум скоростное перемещение. И также передвижение по акватории разрешено только своими ногами. Никаких снегоходов. Первый кубок Нарьинмара по спортивной ловле со льда решили провести в местечке Марщиншар. Когда дан старт? У участников соревнований не более пяти минут, чтобы выбрать место для рыбалки. По правилам соревнований каждый из участников может сделать неограниченное количество лунок и оставить там приманку. А вот пользоваться он может только одной. И так называемая рабочая лунка должна обязательно быть отмечена специальным флажком. Причем другие участники не имеют права заходить в зону радиусом пять метров от лунки, где уже стоит флажок и участник приступил к ловле рыбы. Подыскать клевое место – 50% успеха. У каждого опытного рыбака есть свои секреты в этом деле. Мы же, как новички, пробурили лунку, как говорится, наобум. Буквально пять минут и клев пошел. Ловится плотва или, как еще называют эту рыбу в заполярье, сорога, пусть и небольших размеров. Цель каждого участника – наловить как можно больше рыбы за три часа. Сегодня это спорт, спортивное состязание. А вообще рыбалка – это провести время и еда полезная для организма. Мое хобби – это мое занятие. Я и без соревнований занимаюсь этим. Поэтому упустить такую возможность просто как-то не хотелось. В этом виде спорта самое важное – скорость. Количество улова напрямую зависит от того, насколько ловко и быстро участник забрасывает и вытаскивает удочку, насаживает приманку и передвигается по акватории в поисках рыбы. В числе участников первых в Нарьинмаре соревнований по спортивной рыбалке и президент Федерации рыболовного спорта Ненецкого округа Юрий Мурадов. Именно он стал инициатором проведения Кубка города Нарьинмара. Люди смогли и получить тот азарт, который есть в рыболовном спорте, почувствовать его. И я надеюсь, что мы привлечем еще больше участников на наши следующие соревнования. Люди у нас приезжают из Москвы, своих категорированных судей в Ненецком округе пока что нет. Но мы обучили 10 человек, и они будут постепенно повышать свою категорию. И мы сможем проводить соревнования без участия привлекаемых судей. Но пока судей мы привозим, мы планируем летом провести в выходные 11-12 июля соревнования по двум рыболовным дисциплинам – спиннинг и поплавок. За ходом соревнований следили строгие судьи. Причем в коллегию вошли не только приглашенные эксперты, но и недавно обученные местные специалисты в рыболовном деле. Всего в соревнованиях по ловле со льда на блесну и мормышку приняли участие 47 рыбаков. Первый блин не получился комом. То есть вчера участников было немного, но ловы порадовали своими результатами. А сегодня тем более. То есть у нас сегодня лучший вес 11 килограмм. А это за три часа сознательно очень много. Очень хорошие результаты. Ну вот знаю, что для первой десятки, по-моему, будут присвоены разряды. Первые 11 мест. Согласно ЕВСК – Единой Всероссийской спортивной классификации. То есть на третий разряд могут претендовать спортсмены, которые заняли места с первого по одиннадцатое. Цель соревнований – популяризация в Нинецком округе рыболовного спорта. И, конечно, бережного отношения к природе. Реки Заполярье богаты рыбой различных пород. К тому же подобные турниры позволяют рыбакам пообщаться между собой и провести время с пользой, а главное – в удовольствие. И мне кажется, получилось очень-очень неплохо. Сегодня все было с погодой. Я надеюсь, что все получили полосальное удовольствие от участия в процессе. Ну и надеемся, что победил по-настоящему сильнейший, а борьба была действительно честна. Я вас всех поздравляю с началом нового такого этапа в спортивном рыболовстве в нашем округе. Все участники получили памятные призы. Лучшим рыбаком по ловле со льда на блесну стал Дмитрий Канев. Самый большой улов на мормышку у Юрия Мурадова. Алина Ваучийская, Леонид Шишелов. Телеканал «Север».